Доброго времени суток! Меня зовут Владислав Гавриленко и здесь мы поговорим о весомых причинах развивать сетевой бизнес. Занимаюсь этим уже не первый год, являюсь лидером одной крупной сетевой компании и моя организация развивается в более чем 46 странах на сегодняшний день. И знаете, за то время, которое я развиваю сетевой бизнес, я очень многое понял. Я хотел бы поделиться с вами топ 10 фишками, на которые я опираюсь, почему же все-таки сетевой бизнес. Ответ, почему же все-таки сетевой бизнес. Итак, первое. Первое это свобода. Вы нигде не получите такой свободы, которую дает именно сетевой бизнес. Ни в традиционном бизнесе, ни в какой-либо наемной работе нет такой свободы, которую дает сетевой бизнес. Об этом можно говорить долго, но я думаю, вы согласитесь, что сетевой бизнес дает максимально свободу. Второй момент. Это здоровье. Это то, зачем в основном приходят люди в сетевой бизнес. Потому что большинство компаний, они работают с продуктами, которые помогают людям чувствовать себя лучше и выглядеть здоровее. И любой дистрибьютор, который начинает работать с такой компанией, он просто по факту обязан пользоваться такими продуктами. И в следствии он, соответственно, становится и здоровее, и красивее, и веселее. Поэтому здоровье здесь получается само собой, если вы работаете в сетевом бизнесе. Если у вас компания связана с этим направлением. Следующий момент. Это неограниченный доход. В принципе, большинство людей, они приходят именно на заработок денег. Но в сетевом бизнесе у вас нет границ для заработка. Вы сами устанавливаете себе потолок. И только вы, вы в ответе за то, какие цифры вы здесь зарабатываете. Поэтому в компаниях сетевого маркетинга люди добиваются больших успехов. И их недоходы очень высокие. Поэтому это третий пункт. Четвертый пункт. Это путешествия. Именно путешествия. Потому что я знаю большинство людей, которые до того, как пришли в сетевой бизнес, абсолютно, они даже не выезжали за пределы своих городов. Это не то, что странно. И только в сетевом бизнесе эти люди начали путешествовать. И это немаловажно. Люди видят новые горизонты. Люди видят новые места. Они просто начинают получать удовольствие от жизни. Следующий пункт. Это окружение. В сетевом бизнесе, так или иначе, вы рано или поздно сформируете свое окружение, которое будет влиять на вас. И которое изначально начинает влиять на вас. И, как правило, это окружение состоит из успешных людей. Людей, которые говорят о целях, которые добиваются успеха, которые живут своими целями. Поэтому окружение рано или поздно поменяется в сетевом бизнесе. Это то, ради чего стоит начинать этот бизнес. Развитие. В сетевом бизнесе, это следующий пункт. В сетевом бизнесе люди получают колоссальное развитие. Люди, которые приходят особо без какого-либо опыта, робкие люди, которые не могут связать двух слов, буквально через год становятся мощными лидерами. И, действительно, если сравнивать с человеком до и после, над ним проходит очень серьезная коррекция его как личности. И человек становится очень сильным, с сильной позицией, уверенным в себе. И человеком, который действительно влияет на свою судьбу и на свое окружение. Поэтому развитие в сетевом бизнесе человек получает просто мощное. Следующий пункт. Это личностная реализация. Я знаю многих людей, которые имеют просто огромнейший потенциал. Они очень харизматичные. Они самоуверенные. Они имеют просто талант. Но они не знают, куда его применить. А, как правило, на обычной работе такие люди просто сжигают свои, можно сказать, такие таланты и перспективы себя реализовать. Сетевой маркетинг, как никакая другая сфера, она помогает человеку раскрыть свой потенциал. И, действительно, реализоваться в том направлении, которое ему интересно. Будь то сфера влияния на людей, будь то публичное выступление или просто лидерство. То есть, человек здесь получает это автоматом. И это также важный момент. Следующий момент. Финансовая независимость. Финансовая независимость. Мы с вами говорили о том, что человек здесь зарабатывает большие деньги. Но финансовая независимость дает бизнес в том плане, что человек за однажды проделанную работу, скажем, за 2-3 года, он постоянно, еженедельно или же там ежемесячно, у какой компании зависимости, какие выплаты и маркетинг, он ежемесячно получает доход. Уже не зависит от того, работает он или не работает. Он может отдыхать, он может путешествовать, он может больше уделять семье времени, а он всегда зарабатывает деньги. И это то, ради чего стоит в сетевом бизнесе добиваться успеха. Вы становитесь финансово независимым. Ни одна сфера, кроме пенсии, как мы знаем, не дает таких перспектив. Но, как мы знаем, пенсия в наших странах достаточно грустная, для того, чтобы вообще на нее надеяться. Итак, финансовая независимость. Немаловажный факт. И лидерство. Я уже немножко упомянул. Ну, лидерство это то, ради чего человек также приходит в сетевой бизнес. Есть люди, которые не могут себя реализовать в обычной сфере жизни, на работе. Даже в традиционном бизнесе они не могут себя реализовать как лидеры. Они не могут вести за собой людей. То есть, они не могут влиять на людей и на их развитие. Да, под предлогом каких-то указаний и приказов они могут это делать. Но для того, чтобы быть примером для своего окружения, это можно только в сетевом бизнесе. И это лидерство. Также вы здесь развиваете такие качества. Это все происходит автоматом, путем просто развития в этом бизнесе. Поэтому лидерство. Немаловажный момент. И самый, наверное, крайний. Это будет 10-й пункт. Это мои топ-10. Это будет помощь другим людям. Помощь другим людям. Большинство людей в нашем бизнесе просто колоссально меняют свою жизнь. И ради этого стоит делать этот бизнес. Люди приходят, можно сказать, слепы, без каких-либо возможностей больших. И они за год, за два меняются просто до неузнаваемости. Люди выходят на очень высокий финансовый уровень. Они начинают путешествовать. И все те пункты, которые я вот перечислил, это вы можете каждому человеку нести вот такую вот миссию. Вы можете человеку просто качественно улучшить его жизнь. И это очень важно. И этот пункт для меня является на самом деле ключевым. Потому что я люблю помогать людям. Я люблю на людей влиять и показывать им хорошую жизнь. Показывать, как они, простые люди, могут вырваться, как в свое время вырвался я. И это можно делать только в сетевом бизнесе. Только в бизнесе, который дает свободу. Который дает неограниченный доход. Который также помогает вам сохранить ваше здоровье или его улучшить. Который позволит вам путешествовать. Потому что в сетевом бизнесе компании позволяют выполнять определенные условия и за счет компании путешествовать в эзотические места, острова, красивые, дорогие страны. Также развитие люди здесь получают. Личностный рост, финансовую независимость, лидерство. Лидерские качества свои проявляют. И они могут влиять на людей и помогать им здесь развиваться. Вот это топ 10 моих, так сказать, фишек, почему нужно работать в сетевом бизнесе. Если вы еще рассматриваете предлог и вы хотите найти для себя ответ, стоит вам заняться этим бизнесом или нет. Вот, надеюсь, вы после того, как услышали информацию, то также и от меня сложите для себя какую-то картинку и примите решение. Я желаю вам успехов. С вами был Владислав Гавриленко. Если разделяете мое мнение, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Также я жду ваши комментарии. Возможно, у вас есть свое видение. Почему лично вы пришли в этот бизнес? Что для вас дал этот бизнес? Или что бы вы хотели получить в сетевом бизнесе? Я желаю вам успехов. С вами был Владислав Гавриленко. Продолжение следует...